Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Хабар. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурда перевод обеспечивает Виктория Антонишина. В эти минуты в Стамбуле начинает работу саммит Организации Исламского Сотрудничества Казахстан на встрече ОИС по поручению главы государства представляет спикер Сената Парламента Касымжомар Токаев. На повестке дня вопрос о статусе города Иерусалим ранее президент США Дональд Трамп назвал этот город столицей Израиля. Это вызвало неоднозначную реакцию в мировом сообществе. В свою очередь МИД Казахстана выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом Иерусалима и призвал все вовлеченные стороны проявить сдержанность. Между тем Европейский парламент подавляющим большинством голосов дал согласие на заключение соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. В поддержку договора, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года, которое временно применяется с 1 мая 2016, проголосовали 511 депутатов из 654. Казахстан первая и единственная страна в Центральной Азии, у которой с ЕС заключен подобный договор. Документ уже ратифицирован в Казахстане и еще в 18 странах ЕС. Европарламент и Евросоюз понимают, как важна роль Казахстана в регионе, как важна роль Казахстана в Европе, как важна роль Казахстана во всем мире. И Казахстан всегда был очень солидным, лояльным и очень надежным партнером для Евросоюза. Так что мы смотрим будущее очень позитивно, очень большими надеждами на наше сотрудничество, чтобы оно еще углублялось, чтобы оно стало намного качественнее и обоюдно выгоднее. И к событиям в стране в эти минуты в Можилисе парламента завершилось пленарное заседание. Сегодня депутаты рассматривали несколько законопроектов, но на связь с нами выходит наш корреспондент Ирина Камышова. Ира, мы знаем, что на повестке дня были вопросы о газе и газоснабжении в специальных экономических и индустриальных зонах, но какие вопросы все-таки были в приоритете у парламентариев. Добрый день, Салтанат. Основным законопроектом пленарного заседания, который рассмотрели депутаты, стал проект закона о стандартизации. Его представил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его словам, документ предусматривает создание национального органа по стандартизации, который, собственно, и должен координировать все процессы стандартизации. При этом государство оставит за собой полномочия вмешиваться в вопросы, связанные с безопасностью и технической политикой. Однако новый орган будет создавать условия для равноправия всех заинтересованных сторон. Предлагаю послушать, что говорят о законопроекте в Комитете техрегулирования и метрологии. Закон о стандартизации у нас принят впервые. До этого, с 2004 года в Казахстане действовал закон на техническом регулировании, который регулировал сферу технического регулирования и стандартизации. Теперь же мы сферу стандартизации выделяем как отдельные правовые отношения с учетом требований как Евразес, так и ВТО. То есть будет процедура разработки национальных стандартов и других стандартов, видов стандартов очень прозрачной, будет соответствовать международным требованиям. Все это будет способствовать повышению качества, во-первых, отечественных товаропроизводителей, способствовать их конкурентоспособности как на рынке Евразес, так и на внешних рынках. В первом чтении законопроект одобрили, но депутаты внесли свои предложения и поправки, которые должны быть учтены. Ну а подробности я расскажу в вечернем выпуске новостей. У меня к этому часу все. Салтанат. Спасибо, Ирина. Мы продолжаем выпуск. Тенге сохранит обменный курс на уровне 335 тенге по отношению к доллару США. Такой прогноз сегодня озвучило руководство Кассе на прошедшем брифинге в Алматы. По словам экспертов, в ноябре рынок валют после сезонных колебаний вернулся к нормальной жизни. Стоимость тенге по отношению к доллару менялась в пределах 330-335 тенге и на конец месяца составила 331 тенге 22 тенге за доллар, укрепившись на 1% по сравнению с октябрем. Также тенге стал сильнее по отношению к российскому рублю и китайскому юаню, но немного сдал позиции к евро. До конца года эксперты не ожидают серьезных колебаний курса. Последний прогноз ФК на конец года такая медиана на уровне 335 по прогнозу по курсу доллара. И сейчас это действительно выглядит достаточно реальным. В Казалартинской области разработана дорожная карта жилищного строительства Орда. Она рассчитана на три года. Ее цель – поддержка социально уязвимых слоев населения. Местный Акимат будет предоставлять жилье на более щадящих условиях, нежели банки. С начала года в регионе возведено 28 многоэтажек на 1560 квартир. При этом полностью решена проблема переселения из аварийных домов. А под индивидуальное жилищное строительство подготовлено более 20 тысяч земельных участков. В Атараусской области начались работы по газификации 10 поселков Курмангазинского района. На это из бюджета выделено 9 миллиардов тенге. Всего предстоит протянуть почти 450 километров газопровода, завершаться работой в 2019 году. В селах района также начался монтаж магистральных водопроводов. В семи населенных пунктах работы по прокладке водопровода завершатся до Нового года. Так что праздник жителей сел, а в них проживает 7 тысяч человек, встретят с водой. Еще для трех поселков Асан, Уштаган и Суэндук разрабатывается проектно-сметная документация на проведение водопровода. Работы начнутся весной. Между тем, с начала года в Казахстане почти на 110% увеличился объем добычи газа. Сейчас в стране добывают свыше 48 миллиардов кубометров. При этом экспорт газа составляет меньше трети от добычи 15 миллиардов кубических метров или больше 126% к аналогичному периоду прошлого года. За численностью населения Казахстана теперь можно наблюдать в онлайн-режиме. Вот так счетчик выглядит с последними данными на момент выхода в эфир нашего выпуска. Он расположен на сайте Комитета статистики. Наши специалисты разработали эту методику подсчета населения. Она фиксирует ежесуточное число родившихся и умерших казахстанцев, а также количество въехавших в Казахстан и выехавших за его пределы людей. Пока есть информация по численности населения только в пределах всей страны. В отличие нашего счетчика от других аналогов мы берем изменения ежемесячные, а у них по годовому. Наш счетчик с учетом последних изменений. Демографическая ситуация как поменялась на последнюю, она все учитывает. То есть она вот в этом уникальность, точность. Ни одной копейки государственного бюджета на это не было потрачено. Это вот инициатива наших сотрудников. Поезд с сообщением Алматы, Астана, Казань. Сегодня отправился в первый рейс. Теперь пассажиры смогут добираться из Казахстана до столицы Татарстана без пересадок. Мои коллеги продолжат. Из Алматы в Казань на поезде без пересадок. Еще полгода назад это казалось невозможным. За последние семь лет в столицу Татарстана открылось два прямых авиасообщения из Астаны и Алматы. И вот теперь запущен долгожданный прямой поезд, который свяжет 250 тысяч казахстанских башкир и татар с исторической родиной. Люди были вынуждены добираться с пересадками. Например, этот маршрут, который номер 303-304, нынешний маршрут, он доходил только до Екатеринбурга. Далее люди вынуждены были пересаживаться, ждать новый маршрут. Это сыграет также большую роль для интеграции двух республик и для развития дальнейших экономических, культурных и чисто общечеловеческих контактов. Протяженность нового маршрута составит 3337 километров. Время в пути 65 часов 3 минуты. В составе 16 вагонов, которые раз в неделю смогут перевозить около 800 человек. При покупке билета за 45 дней можно получить скидку в 55 процентов. Казань является, наверное, лидирующей позицией, занимает по развитию туризма. Мы думаем, данное сообщение будет очень выгодное для наших двух республик. Мы ожидаем большой поток. Также укрепим, наверное, социальные, культурные сообщения между нами, нашим братским народом. В 2018-м Казань станет одним из городов, который примет чемпионат мира по футболу. С новым маршрутом попасть на это событие станет намного проще. В Южно-Казахстанской области открыли Саумал-лечебницу. Свежий горный воздух и конные прогулки усилят эффект лечения. Здесь держат 100 кобылиц. Летом планируют увеличить поголовье до 150. Постоянной работой здесь обеспечили 15 человек. Очень хороший эффект дает при анемии у детей. Можно применять в виде докорма детям до одного года. Кобыльное молоко – это альбоминное молоко, которое содержится только у матери и у кобылы. А у других животных – это казиновое молоко. Например, у коровы казиновое молоко дает много аллергии для детям. А кобыльное молоко – привлечено к материнскому молоку. К этому часу у нас все. До свидания.